Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог и начинаю я его с похода своего в магазин фамилия. Обожаю этот магазин, обожаю туда ходить, искать всякую ерунду по низким ценам. В общем, вы меня знаете. Но также хочу поздравить всех с прошедшим праздником 23 февраля. Хочу поздравить всех защитников Отечества. Это касается не только мужчин, но и женщин. Все, кто имеет отношение к этому празднику, я вас поздравляю. Желаю вам всего самого наилучшего, успехов. В общем, всего-всего самого-самого-самого наилучшего. Но, конечно, для меня лично это праздник всех мужчин. Вот, поэтому тоже мужчин. Я знаю, что меня не смотрят мужчины, хотя по статистике они есть. Но это в основном женщины, которые смотрят меня через аккаунты своих мужей. Вот. Ну, в любом случае, девочки, ваших мужей тоже поздравляю с прошедшим праздником. Желаю им успехов. Всего-всего самого наилучшего, мирного неба над головой. Вот. Ну, а я тут хожу-брожу. Очень много всего интересного. Но, видите, надо смотреть обязательно посуду, потому что она бывает со сколами. Привезли очень много книг разных, в том числе детских. Еще раз извиняюсь за трясущуюся камеру. Это как раз-таки было снято в те моменты, когда я еще не поняла, в чем дело. А дело, на самом деле, было во мне. Будем уж откровенны, потому что это я, на самом деле, виновата в том, что камера так дергается. Но я это обязательно исправлю. Приехала я домой. Сейчас покажу покупки из магазина «Фамилия». Но прежде я еще заходила в магазин «Четыре лапы» покупать корм для собак. И вот этому маленькому мальчику, сладенькому мальчишечке, купила вот такую вот кошачью мяту. По акции у меня еще бонусы там были на карточке. Ну, вот эти бонусы магазина. В общем, мне обошлось вообще в 100 рублей, короче. Вот такой огромный комок. Мальчик тут кайфует, да? Кайфуешь? Нравится ему очень. Тебе нравится? Да? А вот мои покупки из магазина «Фамилия». Два больших пакета. Ну, как, один большой, второй не очень. Сейчас вам покажу. Вот такие вот у меня покупки. Как сказал мой старший сын, ничего нового. Я всегда в фамилии покупаю что-то подобное. Но это на самом деле правда. Во-первых, я купила вот такие подушки. Посмотрите, какие они красивые. И стоили всего лишь... Нет, это не от этого. 299 рублей они стоили. Вот. Посмотрите, какие красивые такие весенне-летние подушки. Как раз вот сюда, вот на этот диван. Кажется, они подходят. Ну, мне это кажется, короче. Короче, мне понравились подушки. Вот. Единственное, что у них чехол несъемный. Здесь, видите, прошито. Ну, я думаю... Это, если что, вон кто стонет. Я ее покормила сейчас с ужином. Не знаю, чего она хочет. Все видите, тут за мяту дерутся. Нет, собаки на самом деле не реагируют у меня на мят. Вот. В общем, вот такие вот симпатичные подушечки. Будут у меня на диванчике. Две штучки лежало. Их всего было две. Вот. И, ну, какого-то другого цвета там, в общем, не было. Также я купила вот это, на самом деле. Я очень давно видела на Вальберес. Хотела купить... На Вальберес стоило 1200. Я купила за 849 рублей. Это вообще полотенце. Да? Оно, по-моему, хлопковое, Турция. Мне очень нравится. Оно вот такое с кисточками. Но, вы знаете, прикольно. Его можно использовать, на мой взгляд, и как пледик в том числе. Потому что он вот такой... Ну, по мне, это вообще не полотенце. В общем, я его буду использовать как... Ну, что-то наподобие пледика. Вот такое сочетание тоже красивое. На пляж как можно его брать, да? Как подстилочку там. Ну, в общем, короче. Вот. Но мне очень нравится. Вот точно такой же, кстати, расцветки. Был на Вальберес. Но стоил 1200. Не знаю, как сейчас. Может быть, подешевле уже стало. Я за 849. Вот. Дальше. Немножко, конечно же, посуды. Куда я без нее? Когда там завоз всякой посуды, я обязательно что-нибудь доприобретаю. Вот такой вот взяла кувшин. Вот так вот он выглядит. С крышкой. Правда, крышка вот эта пластиковая. Но такая очень плотная. Плотно сидит. Здесь вот дырочка такая есть. В общем, готовимся к лету. Делать всякие домашние лимонады и тому подобное. Компотики. В общем, все сюда буду складывать. Вот от него коробка. Почти 2 литра как раз на нашу семью. Супер. И стоил он 399 рублей. Вот такая цена. Дальше. Ну, здесь я взяла блокноты. Они нам всегда пригождаются. Мне, по крайней мере, точно. Я вообще маньяк канцелярии. 399. Вот такой. Это, по-моему, скетчбук. Сейчас я открою. Да, это скетчбук. Вот такой. Но я люблю такие, когда неразлинеемные. Можно рисовать и всякое такое. А вот здесь вот внутри в клеточку. Тоже мне такое нужно. 349 рублей стоило. Отдел книг. Там, кстати, очень классный отдел книг. В том числе и детской литературы. Там очень много всякой разной. В общем, взяла себя вот такое. В духе романов Эдгара По. На самом деле, это меня и зацепило. Видно, какой-то детективчик будет. Ночной садовник. Вот так. Автора. В общем, вот такую книгу почитаю. Потом обязательно расскажу, понравилась она или нет. Но относительно других книжных магазинов, очень даже дешево стоит книга. 299 рублей. Потому что, тем более, такая книга. В общем, она нигде не мята и ничего с ней нет. Потому что я люблю вот такие странички, когда, знаете, они такие желтенькие. Супер я, да, вам открыла главу. Видите, она еще такая. Ну, в общем, почитаю. Кстати, очень красиво оформлена книжка. Взяла еще салфетки вот такие до кучи. Вообще, я эти салфетки взяла в машину. Но сейчас морозно, они замерзают. Поэтому я несла домой. Смотрите, какое клевое блюдо. Оно было одно. Тогда я взяла себе два таких. Стоит 349 рублей. Для сервировки белая. У меня посуда вся белая. И вот как раз для сервировки стола супер-классная. Так. Давай стопроцентная керамика. Ну, made in Китай. Вот. Ну, блюдо прикольное, симпатичное такое. Мне очень понравилось. Вот. Ну, мне пригодится. Посуда всегда пригождается. Еще взяла из такого полезного. Доску разделочную. Хочу выкинуть две доски. Потому что одна у меня уже вот здесь вот совсем поломанная. В общем, две выброшу. Оставлю себе одну вот такую. Мне кажется, универсальный размер. То, что нужно. Ну, и по цвету я там сильно не выбирала. На самом деле там сильно большого выбора нет. Я, кстати, люблю именно пластиковые доски. Мою их в посудомойке. А деревянные нельзя мыть в посудомойке. А посудомойка все-таки лучше их промывает. Поэтому отдаю предпочтение пластикам. Хотя деревянные симпатичнее смотрятся на кухне. Но не так практично. Ну, и дети мои тут ужином покормила их. И все отдыхают. Особенно вот этот вот. Да? Леофанчик. Каспер ушел спать куда-то наверх. Шариком со своим. Шарик такой огромный. Девочки, смотрите. Здесь лаванда. Что-то я почитала. Кошачье мято. И еще что-то внутри находится. Все, можно. Надоел уже. Видите, уши розовые. Уже все. Да, сладенький. Хороший мальчик. Хороший. Ногти такие. Ногти специально девочке. Делаю для того, чтобы чесать котиков. Видите, как он здорово. Это только для котиков. Ногти мои. Да? Чтобы почесывать котиков. Чтобы вы понимали, Каспер у меня никогда, точнее, крайне редко играет в игрушки. Но вот все, что связано с мятой, ему очень нравится. Но я могу сказать, что мята успокаивающе, как-то благотворно на него не влияет. Он после того, как вот так вот наиграется, он начинает нападать просто на всех. На меня, детей, собак. И, в общем, всех, кого видят, все, видать, его очень сильно бесят. То есть, наоборот, как-то возбуждающий на него действует. Ну, вспомнил детство миленьким котиком. Видите, тут поиграл. Так что, я несказанно этому тоже рада. Потому что он тут постоянно, практически постоянно спит и ест. Вот. А тут немножко пошевелился хоть мой любимый котик. Вот. В итоге они, кстати, этот шарик куда-то загнали в доме. Мы его никак не можем найти. То есть, они, видимо, перебесил и решили его куда-то спрятать. Наверное, где-то под мебелью надо будет все двигать и искать теперь. Ну что, девочки, я снова с новинками книг. Я снова сделала заказ в буквоеде и снова побывала в буквоеде. Поэтому хочу вам сегодня показать. И, конечно же, делитесь тоже своими какими-то новиночками книг или просто интересными книгами, которые вы прочитали за последнее время. Снова со мной, Джусинка. Я просто только что приехала. Хочу сразу вам все показать. И все. Вот. Так. В заказе у меня было всего три книги. И одну я купила, когда была в самом магазине. У меня там сейчас скидка, есть купон, в общем, на скидку 25%. Поэтому в буквоеде мне сейчас выгодно приобретать книги, чем на любых других маркетплейсах. Ну, по крайней мере, я сравнивала цены, и мне показалось, что именно так. Во-первых, я заказала вот такой, это роман от Сары Джилло. Я не читала ее книги совсем, но знаю очень много положительных отзывов. Называется «Из Лондона с любовью». Должна выйти еще одна новая книга этого автора. Я ее тоже очень хочу. Она должна выйти вот как раз в феврале. Ну, в общем, но не хочу больше делать заказы, потому что мне нужно прочитать то, что я уже успела, но покупать еще даже с осени. Вот. В общем, вот такая вот книжка. Очень, кстати, красивое оформление. Мне очень понравилось. Сара Джилло, говорят, очень хорошие, интересные романы пишет. Следующая книга, ради которой я и делала заказ, и которую я сейчас прямо начну читать. В общем, были в буквоеде на сайте, ну, в общем, в приложении. Там были книги, которые вот должны будут выйти в этом году, интересные книги, да, с описанием. И одна из них, точнее две из них, меня зацепили очень. Вторая будет чуть позже, по-моему, на март месяц выход этой книги стоит. Но я, когда прочитала про эту книгу, аннотацию, я поняла, что я очень-очень хочу ее прочитать. Я говорила, что я не люблю фэнтези и фантастику. Насчет фэнтези я, наверное, беру свои слова обратно. Это вот такая книга. Маргарет Оуэн. Мелкие воровки. Я вам тоже прочитаю, о чем эта книга. Это новинка. Ваня Шмидт знает, что в жизни ничего не делается даром. С тех пор, как мать отказалась от нее и отдала на воспитание богиням смерти и удачи, прошло много лет. Ваня выросла и стала профессиональной воровкой. При помощи волшебного ожерелья она притворяется принцессой, чтобы незаметно красть драгоценности у богачей. Но за свою алчность ей пришлось поплатиться. Богиня Леса наложила на Ваню страшное проклятие. Теперь у нее есть всего две недели на то, чтобы добыть кучу денег, выплатить долг и ускользнуть от сыщика, идущего за ней по пятам. И все это нужно успеть, пока она медленно не превратилась в драгоценный камень. Вау. Скажите, что вау. В общем, я ее прям сегодня начну читать и потом расскажу, классная книга или нет. Следующая. Это нашумевшая такая книга. Это много кто, даже я смотрела некоторые, ну как бы отзывы блогеров, и все просто про эту книгу в восторге. Это Хлоя Уолш «Зацепить тринадцатого». Все прям в восторге от этой книги. Конечно же, я ее тоже заказала. Но она и так продается, да. То есть я делала заказ из-за вот этой книги и добавила уже, так как у меня еще был купон на скидку, то почему бы и нет 25%. «Зацепить тринадцатого» это первый роман серии «Парни Томмана», посвященный ученикам престижной частной школы, бьющей через край эмоций, живые персонажи, тратата, главной героини. В общем, должно быть что-то мега интересное, и я тоже с огромным удовольствием буду читать. И книга, которую я уже купила непосредственно в самом магазине, я думаю, что это ожидаемая покупка. На самом деле я хотела заказать ее на Вальберес, потому что там она дешевле, чем где-либо. Но увидела ее в магазине, и опять же, да, у меня был купон со скидкой 25%, поэтому я решила, что, ну, получается, сумма, цена такая же, как и на Вальберес. Я думаю, ну, я куплю уж сразу, раз уж пришла, правильно? Что я с тремя книжками всего уйду? Это «Граф Аверин. Колдун Российской империи». Это первая книга из этого, в общем, их всего две пока что, да, она, по-моему, в прошлом году только вышла, вот я, честно говоря, это не помню. Ну, многие, наверное, наслышаны тоже в этой книжке. Вот, Виктор Дашкевич, смотрите, какая она классная. Котики, Санкт-Петербург, ну, это вообще прям грех не почитать, правильно? Прям очень красивая сделана книга. Я, кстати, очень люблю, когда странички именно вот такие, знаете, немножко такие желтые, шершавые, вкусно пахнущие, ну, в общем, обалдеть. И с этой стороны вот так вот она выглядит. В общем, давно я хотела почитать эту книгу. Есть еще вторая часть, не помню, как она называется, но тоже «Колдун Российской империи», как-то там дальше она называется. А вторая книга, кстати, вот она, как раз называется «Императорский див», тоже «Колдун Российской империи». Это, получается, первая, а вот там будет вторая. Но я решила пока приобрести только одну, тем более вторая мне не попалась на глаза. Я не стала уже там искать, спрашивать и решила, в общем, вот так вот. Но начну сейчас из всех этих книг, я начну читать вот эту. Ну, еще есть две, да, две книжки тоже из новинок, которые выйдут и тоже, которые очень хочу почитать. В общем, вы знаете, что происходит, да? Меня заманивают по-всякому, то есть вот просто по-всякому. Какие-то новинки, какие-то, в общем, кошмар, короче. Все, надо же с этим что-то делать, наверное, да? И, кстати, снова дали купончик мне на скидку 25% снова дали, да? То есть вы понимаете, о чем речь, заманивают меня как могут, вот. Так что вот такие вот у меня были книжные покупки. Тоже пишите в свои комментарии, что интересного вы за последнее время прочитали. Мне будет очень-очень-очень интересно. И список моих хотелок из книг увеличится вообще. Не знаю, насколько. Я не знаю, когда я все это буду читать. Но в последнее время читаю достаточно быстро, что не может меня не радовать. Хочу вам показать свои покупки из магазина «Глобус». Кстати, в последнее время достаточно часто я туда захожу. Мне кажется, что там есть очень даже достойные вещички. Вот. Извините, пошуршу немножко. По достаточно таким недорогим ценам. Ну, мне так кажется, да? Вот. И, в общем, я в этот раз купила... Я, на самом деле, извиняюсь за шуршание, много там что приобретала. И в этот раз хочу вам показать. Я купила вот такой платок. Шарф, это правильно сказать. Вот такой. Очень он мне понравился. Он, знаете, мне напомнил такая расцветка, как в 90-е, что ли. Да? Были такие вот похожие, очень похожие. Были еще такие же. В такой же расцветке, только еще плюс клеточка была. Ну, кто помнит, наверное, подтвердит. Вот, в общем, очень похож. Но он такой мягкий, классный. Я не знаю, если это полистер. Я покупала, кстати, похожий шарф, только розовый. Такой мне под куртку. Он подходит под зимнюю. Он вообще классный. Непродуваемый. Я тут еще просто бирку. На бирке нету. Вот. Он такой непродуваемый. И, знаете, вот прям самое то, на зиму, когда ветра какие-то. А вот тут. Я не знаю, как это переводится. Наверное, стопроцентный полистер, да? Пашмина. Пашмина, что это такое? Я, честно, слово не знаю. Вот. В общем, у него идут вот такие вот косички. И вот такой вот красно-зеленый, черный. Мне кажется, вообще под много что подойдет. Не знаю, увидела. Прям вот схватила. И очень довольна. И второй я купила вот такое платье-свитер. За вот это все я заплатила 2050 рублей. Вот этот стоил что-то 500 с чем-то, по-моему. А вот этот 1500. Ну, что-то такое. По-моему, да. По-моему, это 550. Что-ли, рублей шарф стоил. А платье 1500 точно платье стоило. Вот. Смотрите, какое классное. Это просто платье-свитер. Ну, я не буду мерить, потому что, не знаю, не вижу смысла, да? Здесь вот такая горловина, да, идет. И он просто ниже колена. Единственное, что там все вот эти платья, они висят. И даже не поймешь, какого это размера. То есть, нужно мерить, брать несколько штук и примерять, и будет супер. Вот, кстати, камера правильно передает. Он не черный, он такой серо-мокрый асфальт, что ли, не знаю цвета. Ну, что-то в этом духе. В общем, вот такие рукава. Просто такой простой свитер, которым можно... Я вот обожаю такие вещи. Я вот вообще такие сфитера люблю. Особенно зимой, весной, осенью, когда одел. Одел теплые колготки какие-нибудь, знаете, серии там термобелья. Я сверху вот такой, как бы, платье-свитер, куртку, шапку, шарф, перчатки и побежал. Ну, обувь, да, еще. Вот. В общем, такой простой. Внизу идет резиночка. Ну, классно. Он у меня сидит немножечко так, как бы, свободно. Но при этом... Так. Ну, в общем, короче, мне понравилось. Я еще думала взять такой серый или там еще бежевый цвет был. Но бежевый и зеленый. Вот. Но решила взять вот такой, как бы, серенький. Вот, да, вот сейчас вот правильно камера передает. Видите, он даже немножко как меланжевый такой. Очень классный. Не знаю, что по составу, но мне кажется, что в составе есть шерсть. Потому что очень мягкий, приятный. Либо это такой супер-пупер акрил, знаете, который очень мягкий. Я еще в этом магазине, в магазине Globus, брала брюки вот такого же качества. То есть, как трикотажные такие брюки. Обычные они просто, вот, знаете, мне там нравится тем, что там простой крой. Вот вещи, которые там продают. Ну, просто. Вот проще некуда, да? Два шва, резинка. Примерно так. Если брать юбку, например. Вот. Брюки брала, ну, просто резинка. И просто, вот они просто прямые. Вот из такой же ткани. Слушайте, вообще огонь. Носила эти брюки без колготок в минус 15, девочки. Ну, я, правда, на остановке не стояла. Долго нигде не стояла. А так вот пройтись вообще супер. Вот. Мне понравилось. Ну, естественно, если куртка пупу прикрывает. Извините за такое. Ну, у меня все куртки, они такие удлиненные, ну, удлиненные, да? То есть, прикрывает все, что нужно прикрыть. В общем, супер. Мне понравилось. Взяла еще вот такое платье. Правда, уже скоро весна. Ну, качество, вот смотрите, какое, да? Как вот показать. Ну, класс. Мне нравится. И катышек практически нет. Те брюки у меня, катышки только, ну, вот, между ног, да, образовались. Ну, и здесь, наверное, вот в этой области могут быть катышки. Но если есть машинка, то чего ж тут думать. В общем, довольна, как не знаю кто. Я обожаю этот магазин ходить. В 2000 счастья нет предела. Даже можно с этим платьем этот шарф. И там с какой-то, ну, шарф такой прикольный. С черной, с красной, с зеленой, с какой хотите курткой. Я такое люблю. В общем, супер. Я всем рекомендую этот магазин. Знаю, что про него есть плохие отзывы. Говорят, что там все сложное. Там какой-то синтетик и так далее. Ну, возможно, нет составов. То есть, нет составов и нет размерной сетки. То есть, я вот в платье, ну, все обсмотрела здесь. Не нашла никакой бирки. Но мне все равно нравится. Так что, ну, вот это вот. Ну, что это за бирка такая? Ее, наверное, отклеить даже можно. Ну, в общем, вы поняли, да? В общем, супер. Я рекомендую туда заходить. Там классно еще резиновые сапоги есть всякие. Знаете, для дачи. Для, ну, вот такие вот там с собакой гулять. Обувь я покупала. Там, ну, в общем, такие вот вещи. То, что там очень классно есть. И мужская, и мужские всякие там, какой-то спортивный костюм. И там, ну, в общем, такая всякая куча всего. Но среди этого все равно, нет, нет, да что-то такое прикольное. Я себе приобретаю. Так что, всем советую. Ну, и раз у нас такая сегодня история про покупки, я еще получила свой заказ с сайта фармакосметика. И здесь у меня все повторы. Так что, давайте вам покажу. Мальчонка тут один мне помогает. Да, мальчонка? Помощничек у меня тут. Не, на самом деле не все повторы. Я что-то забыла, что кое-что заказала новенькое. Во-первых, я повторила вот такой шампунь Ликатов. Это для жирной кожи головы. Мне он очень понравился. В период, когда... Это не я шуршу, девочки. Это котейка. Вот. В период, когда ношу шапки, вот такие шампуни меня очень сильно спасают. Шампунь. И в этот раз я взяла вот такой с кератином бальзам для волос. Вот его я беру впервые, первый раз. И думаю, что мне понравится, потому что шампунь от этой марки мне очень нравится. И также я впервые от этой марки взяла вот такое масло для волос. Вот такое, да, правильно сказать, для термозащиты. В общем, предотвращает пушение волос. Попробую. Я думаю, что мне понравится, потому что шампунь от этой марки, девочки, мне нравился очень. Котейки мамы тоже, как вы видите. И вот такой взяла еще спрей 17 в одном. Тоже от этой марки. Вот. Думаю, что мне понравится. Тоже работает как термозащита. Супер. А все то, что у меня повторы, это вот нравится мне. Как она правильно? Зейтун? Правильно, да? Или как? Или Зетун? Как марка? Как это правильно называется, да? Если что, поправьте меня. Я взяла вот такой дневной крем. Беру его повторно. Мне он очень нравится. Но он такой для сухой кожи скорее больше подходит. Мне так кажется. В общем, классненький. В качестве дневного крема зимой спасает кожу от обезвоживания, от шелушения. Просто супер. Также взяла повторно вот такую умывалку. Это гель. Такая она гелеобразная. Очень классно очищает кожу. Я предварительно мицеллярной водой снимаю макияж. А потом, соответственно, умываюсь. Вот это очень мне понравилось. И еще взяла тоже вот эта новинка. Вот такую попробовать. Это вообще для жирной кожи. Типа хорошо очищает поры. Все такое. Для тех, у кого в том числе всякие высыпания. Мне показалось, что, ну, наверное, не пересушит кожу. Потому что вот эта кожу не сушит. Так что я вам наврала. Здесь у меня не все повторы. Я бы сказала, да, что-то новенькое. И вот такой мне положили еще пробничек. Но вот эта марка мне очень нравится. Я и крем для тела покупала. Мне понравился. И ночной крем. И маска для лица такая глиняная. Мне тоже очень нравится. Вообще и тоники брала. Ну, не тоник, если честно, такой не супер вау. Но тоже классный. В общем, я фанат этой марки. Крем для тела. Что еще? Гель для душа я у них брала. Масло для лица мне очень нравится. Масло для кожи вокруг глаз очень нравится. Ну, в общем, супер. Я обалдею от этой марки. И вот мой новый фаворит для волос, особенно в зимний период времени, не сушит ни кожу головы, ни волосы. Классно очищает. Действительно долго остается свежая прическа, скажем так. Вот. Ну, не жирнятся, в общем, волосы достаточно долго. Всем рекомендую. Есть еще в больших объемах. Но вот когда я делала заказ, там была какая-то акция, какая-то скидка. Большого флакончика не было. Поэтому я взяла маленький себе. В общем, ну, фарма-косметика. Так и продолжаю заказывать. Считаю, что на этом сайте действительно дешевле, чем на других сайтах во время каких-то акций и скидок. Потому что все это я приобрела со скидкой 50%. Это нужно отслеживать, это нужно подписываться на рассылки и так далее. И тогда можно как бы поймать хорошие очень цены.